итак сегодня мы будем делать бутерброды на жареном хлебе которые очень любят не только взрослые но и дети для этого нам потребуется для пасты нам потребуется банка сайра в масле два яйца сваренных вкрутую зеленый лук порезанный и ложка майонеза даже ложечка такая вот чайная ложечка майонеза для хлеба мы берем хлеб черный либо серый лучше потом мы его порежем с вами и пожарим затем нам нужно три зубчика чеснока чтобы натереть жареный хлеб и когда уже пасту положим на бутерброд нам нужны будет два огурчика чтобы их порезать и украсить очень вкусные бутерброды и начнем сначала мы с пасты хлеб пока мы убираем с чесноком и огурцами то есть сначала мы с вами почистим яйца и натрем их тарелку они делаются достаточно быстро история этих бутербродов исходит из далеких восьмидесятых годов сначала от моей мамы и эти бутерброды мы делаем практически на каждое застолье и мама делала и я делаю и они всегда расходятся очень быстро придумала на эти бутерброды когда они служили в германии в военном гарнизоне и в гдр там были такие фуршеты проходили фуршеты дружбы с немцами и вот жены военнослужащих что-то готовили на стол накрывали стол делали фуршеты она придумала эти бутерброды они на самом деле расходятся на все праздники уходят первыми то есть мы на мелкой терке натираем яйцо здесь мы берем 2 яйца мне кажется что когда яйца побольше то они получаются вкуснее на мелкой терке чтобы не было кусочков и теперь мы хорошо с яйцами сайру разминаем вилкой просто вот вилкой подминаем когда она сейчас сухова так теперь кладем порезанный зеленый лучок и тоже немножко его втираем в пасту чтобы он не был грубым и майонез мы добавляем уже исходя из того какая сайра потому что сейчас много разных производителей какие яйца то есть необходимость я думаю что все таки вот не одну чайную можно две сразу просто на по внешнему виду вижу что иначе она будет суховатая и вот так вот ее соединяем вот вижу что еще нужно то есть у меня ушло это получается 2 столовых ложки уже я думаю что это будет как раз таки достаточно эту пасту можно сделать и за сутки допустим а завтра если у вас завтра гости то можно за сутки на ее сделать и поставить в холодильник она даже будет вкуснее потому что она настоится за сутки а на следующий день уже жарить хлеб и раскладывать вот теперь нужно попробовать на столь и и насухать суховато поэтому получается уже три столовых ложки у нас ушло майонеза и сразу подсолим все это я точно вижу что майонеза достаточно то есть вот на два яйца и банку сайры того производителя который я использую то есть у меня ушло три столовых ложки майонеза но иногда уходит и одна столовая ложка когда жирноватая бывает сайра ну это уже нужно смотреть в процессе готовки все наша паста готова теперь перейдем хлеб вот такая паста получилось ну а теперь пережариваем наш хлеб вот я хлеб можно порезать абсолютно по как вам нравится я режу такими вот треугольничками она красиво смотрится и приятно кушать то есть вот наш квадрат хлебный разрежет прямоугольник разрезаем по диагонали получается такие треугольнички разогреваем масло на сковороде и теперь с двух сторон поджариваем долл золотистой корочки с каждой стороны буквально вот она разогрелось масло это очень быстро делается кладем наш хлеб здесь даже вот отходить от плиты не нужно потому что достаточно когда сковорода разогрета достаточно быстро поджаривается чтобы не сгорел хлеб лучше быть рядом так скажем ну пару минут до нужно подождать но сейчас проверим все отлично вот с одной стороны уже поджарилась буквально две полторы даже минутки но сейчас это пойдет дело быстрее почему потому что плита все более более сковорода разогретая становится вот вот это даже уже слишком но нормально вот то есть до такого вот состояния коричневенького под золоченого мы поджариваем с двух сторон складываем вот на тарелку я буду складывать и наш хлеб потом должен хорошо остыть то есть ждем пока он остывает и натираем потом чесноком ну вот хлебушек наш остыл уже теперь нам нужно его натереть для удобства чтобы я его уберу сюда чтобы потом обратно перекладывать на тарелку лишнее масло можно вытереть салфеткой нужно заменить тарелку как бы здесь не принципиально и теперь вот мы натираем каждый кусочек вот чесноком по чуть-чуть буквально с двух сторон и вот по ребрам и так натираем весь хлеб так ну вот у нас хлеб готов натертый чесноком а теперь собираем наши блюда из бутербродов то есть вот так вот кладем разбрасываюсь постой потихоньку кладем вот мне удобнее всего вилочкой класть наши эту пасту которую мы сделали и и кладем сверху вот так вот огурчик берем огурчик и вот такие вот бутербродики раскладываем на блюдо и угощаем своих гостей приятного вам аппетита подписывайтесь на мой канал и буду рада вашим лайкам приятного аппетита приятного аппетита